МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Профессия учителя-педагога – одна из самых благородных профессий. Человек, выбравший её сознательно по зову души и сердца, всегда старается отдать детям свои знания, опыт, теплоту, жизнелюбие. И хотя подрастающее поколение не всегда внимательно к своим наставникам, тем не менее уже через год-два после выпуска начинает понимать, какое огромное место занимал в его душе тот или другой учитель. Без сомнения, с глубоким уважением вспоминают многие бывшие ученики Надежду Николаевну Ануфриеву. Её подопечные, теперь разъехавшиеся по стране или живущие в Наринмаре, хорошо помнят её доброту, порядочность и то, присущее далеко не всем, чувство справедливости, с каким она подходила к решению многих спорных вопросов непростого школьного бытия. Родилась я в городе Мизинь Архангельской области. Родители мои были. Мама работала продавцом, папа работал в горосполкоме, там, на соответствующих должностях. Я родилась в войну, 42-й год, сентябрь, недоношенная, причём восьмимесячная. И потом мне бабушка рассказала, я, в общем-то, с бабушкой больше общалась, что я приехала, чтобы забрать просто лишь, чтобы на свой по госту везти и похоронить там. Вот. Но бабушка меня так вот увезла. Она говорит, я думала, хоть бы довезти, пока живую. Но вот довезла и выходила. Вообще. Я вообще поражаюсь. Она говорит, не знаю, каким образом, вот что она сделала, как. Ну, правда, её всегда называли, что к ней часто ходили, за какими-то лекарствами, за травками, за всем. Вот она меня и вырастила. И я до восьми лет жила у них. Она с рождения не видела отца. Он был на фронте и служил вплоть до 47-го года. Надя по-настоящему узнала о своих родителей только когда пошла в школу и переехала от бабушки в отчий дом. Отец не любил рассказывать о войне, как и многие фронтовики. Слишком это было больно и страшно вспоминать. Я потом только узнала, как отец в Берлине тоже был парад наш. И вот он в этом, как победителей, в этом параде, в том параде он участвовал, в берлинском параде. Он дошел. Он был под Ленинградом, командовал батареей в звании лейтенанта и дошел до Берлина. Надежда, до восьми лет почти не знавшая отца и маму, конечно, тосковала по ним. Но такова была участь многих детей войны, чьи родители воевали или самоотверженно трудились на общую победу. Однажды, когда сердце особенно защемило при воспоминаниях о своем детстве, без родительской ласки и любви, Надежда Николаевна даже написала такие строчки. Так это когда-то нахлынуло до моего, дети войны. Родились, когда нас не хотели. Вопреки всем живущим на вошвенной гореем земле. Мы не знали ни ласк материнских, ни отцовских на будстве. Но выросли. Стали людьми. Дальше не продолжали. День Победы пришел, когда Наде не было и трех лет. Казалось бы, что может запомнить ребенок в эти годы? Однако память цепко схватилась именно за это событие. Настолько внешний привычный мир преобразился вдруг и шокировал ее восприятие жизни. Деревня точно сошла с ума. Кто целуется, кто кричит, кто плачет, кто... Мужики даже вплоть до того, что какая-то такая драка, что ли, я забилась куда-то, потом бабушка меня вытащила. Видимо, узнали, что победа и вот это... Потому что деревня, просто у меня по голове осталось, что деревня сошла с ума. В школу Надежда пошла уже, переехав к родителям в Мизень. И до пятого класса почти ничем не отличалась от среднестатистических учеников. Зато после в ней открылась какая-то скрытая до поры энергия организатора и лидера, что, конечно, не осталось ни для кого незамеченным. Дальше я пошла и председатель совета отряда, и председатель совета дружины, и по комсомолу секретарию. И уже к десятому классу я даже в девятом уже классе была секретарем комсомолской организации школы. Будучи школьницей, Надежда активно участвовала и в художественной самодеятельности. Она и теперь помнит кое-что из своего прошлого сценического репертуара. Тогда, конечно, все патриотически в основном были стихи. Я помню, что даже на смотре я выступала со стихами. Нам, которым сейчас по 16, 17, по 20, для которых открыты любые пути, нам ли нынче не ведать, куда ее на силе деваться. По какой из дорог легче счастья, легче с молоду счастья найти. Конечно, было много песен о Ленине, о Сталине, которые сейчас можно услышать разве что от настоящих свидетелей той эпохи. Тихо-апрель, цветы одеты, а январь, суровый зол, он пришел с весенним цветом, ночь морозная ушел. Подари апрельный садо нам на память красных роз. Вот когда он умер, конечно, это вообще кошмар был. Люди плакали на самом деле. И мы у нас в школе занятия не было, и мы плакали. В общем, все по-настоящему плакали. Да, многие скорбели на смерть отца народов, даже несмотря на то, что кто-то из близких пострадал от репрессий. Не обошли они стороной и деда Надежды, который был трудолюбивым мужиком и в хозяйстве имел кое-какой достаток. В деревне его очень уважали, но нашелся один негодяй, написавший донос. А потом через год его, конечно, вернули, но он уже тут же сразу все, и тут же умер. Но тогда, я понимаю, тогда достаточно было одного кого-то, чтобы кто-то донес. А вот деревня заступилась, и его поэтому вернули, потому что он, как говорится, кулаком он не был. Он жил своим трудом. По профессии дед был строителем, и многие дома и сооружения Архангельской области строились и с его участием. Дома построены в Низене, в Архангельской пристани он строил, в Архангельской пристани, в Шуконской очень много домов, в Пинниге очень много. Они с братом в тогдашней дореволюционной Архангельской губернии были знатными мастерами. Надежда Николаевна, собирая свою родословную, узнала и такой замечательный факт биографии своих предков. Царь им подарил по шубе, у них подарок был шуба, и по денежке какой-то, наверное, золотой, я не знаю, вот за это им тому и другому. Вот это точно, у меня эти вот эти данные. В старших классах Надежда и многие ее одноклассники по призыву партии и правительства собирались идти поднимать сельское хозяйство. В школе их даже обучали нескольким специальностям механизаторов, в том числе машинного доения, коров и некоторым другим. Мы все изучали трактор, все мы изучали ГАЗ-51, а все мы имели право работать на этом вообще. И водители, и трактористы, и девчонки, и ребята все. У меня и отец такой идейный, поэтому да, пойдете все полностью, целиком комсомольской организации, туда-то поедете в такой-то колхоз. Однако со временем у многих энтузиастов поднятия сельского хозяйства планы поменялись, и Надежда по совету матери поступила в Архангельский пединститут на физмат. И сессии, и зачеты, и экзамены пошли своим чередом. Из той студенческой жизни остался в ее памяти один очень занятный случай. Мы работали на станции наблюдения за искусственными спутниками Земли. И вот мы однажды поймали спутника шпиона. В институте такая, как башня есть там, там была обсерватория, и на Земле у нас был отдельный участок, все выделено, все ночами, мерзли все. И поймали вот этого спутника, где-то мы сразу передали. Нам вот всем благодарность и почетные грамоты от Астрономического совета Академии наук с СССР. И потом нам всем поездку в Волгоград. И вот мы тогда как раз такие гордые. И это у нас засчитали, как наша работа зачетная. Потому что что-то уж видно крепко, хорошее. Мы нашли спутник. Так вот, неуловимый. Надежда была очень активной студенткой. Спортсменка, комсомолка, красавица – это про нее. Прыгала с парашютом, участвовала в велогонках, выступала на беломорских играх по конькобежному спорту. И даже однажды заняла первое место на дистанции 500 метров. Афер Нарьинмар приехала, коньки с собой взяла. Коньки по спецзаказу сделаны, беговые. До сих пор даже еще нет беговых дорожек. Катки уже есть, а беговых дорожек нет. Своим чередом пришла и встреча с ее будущим мужем Юрием Ануфриевым, уроженцем Нарьинмара, который в те годы работал на знаменитой «Звездочке» в Северодвинске, где сооружался атомный подводный флот Советского Союза. Когда я уже заканчивала институт, мы даже уже смотрели, нам квартиру выделили в Северодвинске. И что я про распределение уже поеду, буду в Северодвинске. Но у них случилась авария в цехе. От радиоактивного выброса пострадали тогда многие. Юрий Ануфриев, к тому времени они уже поженились, тоже получил свою долю радиации. И хотя остался жив, тем не менее, врачи диагностировали у него онкологию желудка. И надежда настояла на том, чтобы муж ушел с этого производства. После чего они переехали в Нарьинмар. Юрий пошел работать по организационной, а после по партийной линии. А Надежда Николаевна определилась в ОКРОНО, на должность сменного учителя. То есть, если где-то была нужда в учителе физики, математике или черчении, то на прорыв бросали молодого педагога. У меня первое место работы – это школа-интернат. Ненецкая школа-интернат. Потом после этого я работала, там старшие классы, учитель физики. Потом во второй школе, там кто-то тоже ушел, я работала математиком. После этого, потом я в лето, меня Михаил Михайлович отправил в Андик. Завдетским садом я работала, заведующая детским садом в Андике. Первым постоянным местом работы стала для нее четвертая городская школа. И там она прошла путь от рядового предподавателя до директора школы. А тогда ведь что, главное было, директор был хозяйственник в те годы. Я вспомню, как делала эту самую систему, ремонтировала. А своя котельная – это каменный уголь. Хорошие люди, как говорится, не шли. Ребята-то хорошие были, но это дело-то все угубило, выпивка-то вот эта самая. И частенько приходилось, конечно, там и ночевать, и муж приходил, и дети помогали, и все это самое стояли. Все было. Так что, я лишь так не разморозить хотя бы школу. Она не разделяла учеников на хороших и плохих. Так называемых любимчиков у нее не было. Но теперь, оглядываясь назад, Надежда Николаевна иногда удивляется, как иной средний по успеваемости ученик добивается в дальнейшем больших успехов в науке. Канев, Саша, по-моему, да, насколько. В общем-то, он как-то так вот шел вроде как сначала не очень, ну, средненько. А потом вдруг где-то седьмой-восьмой класс увлекся математикой и физикой. Вот увлекся так вот, все ему интересно, и вы знаете, он пошел, пошел, пошел. И потом в старших классах такая же картина. И он уже в восьмой класс заканчивая, он уже решал задачи, задачи, которые запрашивал с института. Потому что он на Олимпиаде победил и все прочее. Вот каким-то образом как-то у него как прорвало его. В общем-то, мы занимались все. Антонина Фонтиновна еще тогда очень помогла. Вот она тоже, она как математику вела, я лила физику. И вот он пошел, и вот он сейчас там при институте научным сотрудником работает. И уже имеет ученую степень. И подобных случаев за ее школьную практику было немало. Даже из тех парней, кто потом по воле судьбы попадал в места заключения, порой находились ребята, которых это не сломало. И теперь они продолжают достойно жить и работать. Бывшие ученики хорошо помнят, что Надежда, как ее называли между собой, никогда ни на кого не кричала. Даже если обстоятельства порой требовали повышенных тонов. У меня взгляд понимали. У меня понимали взгляд. И смены интонации моментально понимали. Я сама потом это обнаружила. Ну и в общем-то, поэтому они и говорили, ребята, что вы никогда не кричите. Но мы чувствуем. Конечно, помнит Надежда Николаевна и всех тех педагогов, настоящих профессионалов своего дела, у кого сама училась и профессионализму, и тому, как ставить себя с учениками. Николай Алексеевич Викуловский. Вообще. И войну прошел, и все прочее. Директор школы. Заводж Сафрыгина Ирина Николаевна. Прекрасный учитель. Учитель начальных классов. Рожина Лидзия Григорьевна. Вообще они все вот такие асы. Вот Ордина Антонина Васильевна, Казакова Зая Васильевна, Паромова Раиса Трофимовна. В общем, я, Волкова Александра Алексеевна. В общем-то, я Самохина Дарья Никитична. Я очень рада, что я вот таким учителем попала. Знаете, все вот тогда они были коммунисты все. Все это коммунисты. Знаете, вот так вот все разбиралось от и до. Не важно, ты директор или ты учитель какой-то. Но если что-то ты неправильно поступил, тут же собирали, выступали и говорили. Все. Говорили так, как есть, как положено. Никто не обижался, понимаете? Никто не обижался, что вот что-то на меня наговорили или что-нибудь. И тут же пошли, тут же разговариваем снова. Все в порядке, все восприняли. И все снова, все то же самое пошло. Все нормально и хорошо. Вот это мне нравилось. А сейчас такого нет. В прошлом году Надежда Николаевна отметила свой юбилей. И одним из самых дорогих подарков, что ей вручали, оказался настоящий патефон. Чему она была несказанно рада. У нас был патефон в свое время, когда сюда на Ридмар приехала. С мужем у них был. А дед взял, да вытащил себе внутренности себе под инструменты этот ящик. Ну, что ж тогда. А вот сейчас пришлось где-то. Вот сын где-то сумел достать, не знаю, где он. Далеко не многие знают, что Надежда Николаевна еще и отменная мастерица народных промыслов. Ее лоскутные одеяло, покрывало, матерчатые нарядные куклы не раз экспонировались на самых различных выставках. И в этом она добилась просто замечательных результатов. И теперь ветеран округа, заслуженный и уважаемый педагог Надежда Ануфриева продолжает трудиться. Преподает математику в 7-й коррекционной школе. И всем своим коллегам, пользуясь случаем, шлет самые добрые пожелания. Крепкого здоровья, выдержки. Часто нужна выдержка. Никакой прямолинейности, гибкость, чтобы было. То есть уметь понимать ученика, даже какой бы он ни был. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин